Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня понедельник, 25 января по новому стилю или 12 по старому. И сегодня память. Святых 3-4 века, мученицы Татьяны Римской Диконисы и с нею в Риме пострадавших. Мученика Мерция, мученика Петра Авесоломита, преподобный Евпраксии Тавенской, святителя Саввы I архиепископа сербского XII-XIII века, преподобного Мартиниана Белозерского, игумена XV века. Прославляются иконы Божьей Матери Акафистная, Иерейская и Млекопитательница. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. И особенно мы поздравляем наше православное студенчество с Днем Святой Мученицы Татьяны. Братья и сестры, конечно же, сегодня мы поговорим о Святой Татьяне. Святая была дочерью богатого римлянина и была воспитана им в христианской вере в начале III века. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она стала равнодушна к богатству и иным благам, и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она навсегда отказалась от супружеской жизни и за добродетельную жизнь была назначена дикониссой Римской Церкви. В этой должности она с усердием ухаживала за больными, посещала темницы и помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами. При императоре Александре Севере, правил он с 222 по 235 год, святая Татьяна за исповедание Иисуса Христа приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана около 225 года. Согласно древнему рассказу, святую Татьяну после разных истязаний бросили на арену Колизея, чтобы свирепый лев растерзал ее для забавы зрителей, но вместо этого лев стал кротко ласкаться к ней. Тогда святую Татьяну усекли мечом. Братья и сестры, казалось бы, что в этом житии может быть связано с учебой и особенно с такой категорией молодежи, как студенты? Ответ достаточно неожиданный. Просто совпадение, связанное с Днем Ангела, матери одного из фаворитов императрицы Елизаветы Петровны. 12 января 1755 года, в День памяти святой мученицы Татьяны и в День именин матери Ивана Шувалова, основателя Московского университета, российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии в Москве университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли России. А в 1791 году воспоминание достойно чтимого дня, в который учрежден проект об университете, во имя святой была освящена первая домовая университетская церковь. Со временем Татьянин День стал отмечаться как студенческий праздник по всей России, а 25 января 2005 года указом президента Владимира Владимировича Путина был официально установлен как День российского студенчества. Братья и сестры, давайте вернемся к житию святой. Хочется заметить, что именно благочестие Отца, воспитанное им благоразумие в добром сердце дочери и нелюбови к богатству, стали той ступенью, которая помогла мученице встать на духовный путь самоотверженного служения Церкви. Часто в нашем веке мы видим родителей, страдающих из-за неустроенности жизни своих взрослых детей. Может быть, это потому, что с самого детства многих волнует не понятие добра и зла, усвоенное ребенком, а лишь вопросы видимого развития. Например, желание, чтобы ребенок превосходил сверстников в количестве поездок за границу или ходил на четыре развивающие секции сразу. В конце концов, когда видишь подобных родителей на каком-либо массовом мероприятии, то дети становятся лишь предметом банального хвастовства. Но когда ребенок знает название всех планет, имеет бесчисленное количество одежды и игрушек и при этом повышает голос на родителей, обижает сверстников, жестоко обращается с животными, это говорит об одном, что вся его образованность – фикция. Такого рода образование лишь тешит самолюбие родителей и взращивает гордыню и родителей, и, увы, ребенка. Об этом говорил блаженный патриарх сербский Павел. К сожалению, в нашем обществе есть бедные дети, которым родители не смогли дать ничего, кроме денег. А здравствующий ныне схиархи Мандрит Иаким Парр говорит, не беспокойтесь, станут ли ваши дети богатыми, беспокойтесь, станут ли они людьми. Дорогие друзья, печальный итог виден чаще всего к старости самих родителей. А благочестивый родитель святой Татьяны, наоборот, обладая большими денежными средствами, имел для себя великое утешение в мыслях очень верных. Он, наверное, спрашивал себя, «А что действительно будет полезно моему ребенку, его невидимой душе? Что я могу сокровенно от всех делать для него? Как я могу ей помочь вырасти настоящей христианкой? Может, это были добрые сказки и время, которые он уделял ежедневно только ей? Или вопросы, «А что тебя сегодня удивило, расстроило, порадовало? Чем я могу тебе помочь?» Или само доброе отношение друг к другу в семье, небезразличие к трудностям близких и дальних. И, конечно, необходимым для воспитания благоговения является хождение в храм самих родителей. Их сосредоточенная, искренняя молитва не останется незамеченной у детей, а в первую очередь у Бога, который слышит наши прошения и устраивает наши жизни. Совместное причастие, домашняя молитва, любовь – это все требует времени, а совсем не средств. Братья и сестры, важно говорить с детьми о Боге, чтобы, когда они стали студентами, не нужно было бы молиться Богу и святой мученице Татьяне о их вразумлении и возвращении в лоно Святой Церкви. Пусть лучше наша молитва будет молитвой благодарения за наших воспитанных и благоразумных детей, младенцев, школьников, студентов и даже совсем взрослых. Поэтому сегодня, в День памяти мученицы Татьяны, Святая Церковь призывает нас прийти и помолиться о наших семьях, о наших детях. А студентов особенно призывает воззвать Господу о даровании мудрости в учении и в выборе правильного жизненного пути. Святая мученица Татьяна, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова